Здравствуйте, наши дорогие партнеры из России, Казахстана и Монголии. У нас сегодня очень важное обращение, послание от амбассадора NHT Global, от партнера, который первым начал развивать бизнес, международный бизнес, который помог открыть очень много стран вместе с компанией NHT Global, нашего амбассадора Дэна Ката. Я очень рада приветствовать и рада буду перевести его обращение к вам. Хорошо. Ну, первое, Наталья, спасибо. Спасибо большое, что позволяет мне перейти к этому прекрасному команду, который мы имеем в Северной Европе, Россию, Казахстан и Монголию. Вы очень приятно. Дэн, в первую очередь, хотел бы поблагодарить всех присутствующих из наших партнеров из восточной части нашего мира, ну, относительно Дэна. И в течение нескольких дней мы общались с Дэном. О том, какое же обращение будет наиболее эффективным для ваших команд и для организации вашего бизнеса. И чем я действительно хотел бы с вами поделиться, это двумя причинами, которые в глобальной степени поменяли мое видение, поменяли мою жизнь и поменяли мой бизнес. Потому что это произошло в самом начале этого прекрасного путешествия, которое началось в 1988 году. В 1988 году мой мир полностью изменился. В тот период времени, в 1988 году, я прошел через самый ужасный период своей жизни. В тот период я чувствовал себя на самом дне своей жизни, в том 1988 году. Но именно тогда я начал идти к прекрасной части своей жизни и началось путешествие моего жизненного роста. Вот что происходило со мной в 1988 году. Я потерял свою работу и бизнес, я стал банкротом. Я проходил через бракоразводный процесс, от меня ушла жена. У меня случилась большая проблема со здоровьем, очень серьезная проблема. Я провел два месяца в больнице. Я вернулся к своим родителям, к своей маме, к своей маме и папе, и мне нужно было обратиться к государству за финансовой помощью. И я также был духовно очень расстроен, растерян и потерял свою связь с Богом. То есть, по всем направлениям своей жизни, я был на самом низком ее уровне. И это все произошло и произошло вместе все вместе. Мой крах все произошло вместе вместе. И весь этот крах, он произошел в одно и то же время. Все на меня свалилось в один период. Но этот крах, который со мной произошел, он повернул меня на тот путь, на путь, который полностью изменил мою дальнейшую жизнь. Моя жизнь изменилась за ночь, но она изменилась со временем. Но что я смог изменить, это тот путь и то направление, по которому я собирался идти. И сейчас я нахожусь на вершине своей жизни, по всем этим направлениям. С точки зрения духовного отношения, с точки зрения финансового отношения, были с близкими людьми и своего здоровья. И причина, на самом деле, почему все это произошло, этому есть две причины. Две причины, по которым моя жизнь полностью изменилась. Первое Я изменил его благодаря своему окружению, тем людям, которым я себя окружил и к которым я прислушивался. И второе, это были цели. Давайте сначала поговорим о тех людях, которыми мы себя окружаем. На тот момент я прекрасно осознал, что я проводил очень много времени с неправильными относительно себя людьми. И я понял, что это должно поменяться. Потому что я сам был отражением своего окружения и тех отношений, которые мы выстроили. Я тогда понял, что я сам буду становиться и становлюсь тем человеком, от которых я беру советы. Я сам настолько же хорош, насколько окружающие меня люди. В каждом направлении своей жизни. И что мы будем сегодня говорить, это та часть моей жизни, которая касается бизнеса. К тому времени я провел уже где-то около десяти лет, тратя свое время на работу на других людей, работая на других людей. Также около двух лет я провел в личном бизнесе, в частном бизнесе. Но те люди, которыми я себя окружил на тот момент, они не были действительно успешными людьми. Я на самом деле думал, что они успешные, но на тот момент я не осознавал, насколько они могут быть успешнее и сильнее. И тогда, в девяносто девятом, когда я потерял все, когда у меня уже нечего было терять, я начал искать новые возможности для того, чтобы изменить свою жизнь. И именно тогда впервые я столкнулся с нашей индустрией, с нашей сферой бизнеса. Когда я впервые узнал об этом бизнесе, я еще ничего о нем не знал. Я его вообще не понимал. Особенно, что касается плана компенсации. Но что я действительно понимал, так это те результаты, которые люди получают от работы в данном бизнесе. Не так много, как это работало, но что это работало. Не так много, как это работало, но я знал, что это работало. То есть я не совсем понимал принцип работы, но видел, что это все работает. Я пока не понимал механизма, как люди получают все эти выгоды от бизнеса, как все это происходит. Но я же видел, что это все действительно происходит. Потому что я видел, как эти люди живут. Я видел, где они живут. Я вижу, что они водят. Я вижу, что какую одежду они носят. Я видел доход, который они делают. Я говорю о людях, которые достигли там верха вершины. Успешные люди. И люди в этом бизнесе, самые успешные люди, которые были на вершине этого бизнеса, они жили такой жизнью, о которой я даже на тот момент вообще не мог себе представить. Потому что тот мир, откуда я родом, никто так не жил. А я уже в этом мире провел 12 лет. 12 лет в этом мире. Да. И я, в свое как бы прошедшее рабочее время, уже 12 лет проработав, никогда не видел никого с такими же результатами, с такими же результатами, которые я сейчас увидел в новом. В новом мире маркетинга. I didn't understand how it worked, but I knew it worked. Я не понимал механизма работы, но прекрасно видел, что это все работает. So, two things. Number one, I was going to figure it out. Первая вещь, о которой я хотела бы сказать, и которую я должен был понять. And another thing was that it was going to take a lot of work. Первая, я понял, как это выглядит. А вторая вещь, это потребует, я понял, что это потребует очень много работы. And what I started to understand, what was key, is that I had to listen and take the advice from the successful top people. И ключевой момент, я прекрасно понял, что мне нужно присматриваться и прислушиваться к тем людям, которые на вершине и достигли этого успеха. Это ключевой момент слушать успешных людей, а не прислушиваться к неуспешным. It's like anything in life, you can listen to the people that are not succeeding, and they complain, or listen to the successful people who can guide you. Это касается всего, что происходит в нашей жизни. Можно прислушиваться к людям, которые жалуются, к неуспешным людям, которые жалуются, или прислушиваться к советам тех людей, которые в жизни преуспевают. Это очень просто. Это очень просто. Мне было это очень нужно, и я прислушивался к людям, которые достигли успеха в этом бизнесе. И я этого достиг. И моя жизнь начала меняться. Я начал прислушиваться, и они начали вести меня. Это было существенно, это было ключевым моментом. И в Монголии, в Казахстане и в России у вас есть прекрасные лидеры, которые ведут ваши рынки. По всей России у вас есть прекрасные лидеры. В Магнитогорске у вас есть прекрасная Светлана. У вас есть Людмила Иванова. В Перми, в Екатеринбурге, работает Любовь Вокуева. В Комсомольске на Амуре Надежда Иван работает. И, конечно, без наших топ лидеров, без наших ключевых лидеров не начали бы развиваться рынки России, Казахстана, Монголии. Поэтому я благодарю Елену Казурову и Ларису Хея. В России у нас очень сильные лидеры. В Казахстане также очень прекрасные и сильные лидеры. Акмарал и Салтанат. И также у нас есть ведущие лидеры в Монголии. Это Тамир, Гончимек и Алтанчимек. И все, все, имеют огромную поддержку в остальных городах до Северной Америки. Томас, Гарт, Джо Гарсия, Дэн Като. Мы здесь с вами для того, чтобы поддерживать вас, для того, чтобы вести вас. Поэтому нужно прекрасно понимать и чувствовать, что с точки зрения поддержки у вас всегда есть те люди, к которым вы можете обратиться за тем, как идти, куда идти. Если мы вернемся к 99-му году, то вот на протяжении всего этого времени я могу сказать, что это одна из самых главных вещей, которые я понял. Следующая вещь. Даже если у вас есть прекрасная поддержка, люди, которые вам помогут идти, вести вас. Из людей, которые были на пути, и которые идти, и были на месте, в котором я, в основном, хотелось бы быть. Вы можете еще разобраться? Тогда, в 99-м году, даже зная и имея всех людей, к которым я могу обратиться, вся эта поддержка, которая могла меня вести по направлению к моей цели, Самым главным был следующий момент. Они могут, конечно, вести меня, они могут направлять меня, но в первую очередь это должно касаться того, куда я сам хочу идти. Они могут показать мне этот план, но работать с этим планом должен я. Они могут показать мне, как это делать, но делать буду я. Самый главный ключ к успеху заключался во мне. So, the real key was not up line, or side line, or down line. The real key... I didn't get it. The most important thing was not looking up line to the leadership or side line to the teams, below me, or beside me, or above me. The real key was me. То есть, на самом деле, смотреть нужно не только на вышестоящих, ниже стоящих или тех, кто окружает себя. Самое главное – понять, что ключ к вашему успеху, в первую очередь, заключается в вашей деятельности и работе. Самый главный успех. Самый главный успех заключается в зеркале. И тогда я осознал, что мне нужно идти и работать. Таким образом, появилась еще одна важная составляющая моего успеха. Вторым ключом к успеху стали мои личные цели. До этого я никогда в жизни своей не устанавливал в себе цели. Я, естественно, продумывал какие-то вещи и планы в своей голове. Но я их никогда до этого не записывал, не прописывал. Я никогда серьезно не относился, не подходил к установке своих личных целей. И все это поменялось. Я установил себе три разных раздела по целям. Первое направление – это были долгосрочные цели. Второе – это краткосрочные цели. И третье – это были цели деятельности, цели активности. И все эти три были очень существенны и важны. Что касается долгосрочных целей, то прекрасно в них Долгосрочные цели помогут вам справиться с краткосрочными фрустрациями, тревожностью, с краткосрочной тревожностью. Это очень важно. Когда в голове у вас есть большая картина Когда вы видите, куда вы точно хотите прийти, где вы хотите быть в конце Каждый раз, когда у вас будут случаться какие-нибудь трудности, неприятности, проблемы или еще какие-либо причины, Из-за которых падает сам уровень вдохновения, надо видеть эту долгосрочную цель. И мои личные долгосрочные цели, они были настолько сильнее, настолько важнее любых моих страхов. Это очень важно, потому что то, к чему вы стремитесь, вы должны этого искренне и очень-очень сильно захотеть, очень сильно пожелать. Только таким образом, когда ваши долгосрочные цели очень сильны, очень яркие, очень желанны, Они будут гораздо мощнее, гораздо сильнее любых ваших страхов, любых препятствий, любых обстоятельств, которыми вы будете сталкиваться. Вы должны себе ясно представлять, чего вы хотите в долгосрочной перспективе, куда вы идете. И когда вы хотели бы к ним прийти. Допустим, долгосрочная цель. Когда я хочу стать амбассадором ранга 9? Где вы хотите жить? Какую машину бы вы хотели водить? Какие марки, какие бренды вы бы хотели носить? Какой уровень образования вы хотели бы для ваших детей? What charity, what cause, do you want to give back to? Какие... Could you repeat, please? What charity, cause, do you want to give back to? To give back to the charities? Какой хотели бы вы заниматься благотворительностью? И что бы вы хотели сделать, чтобы зависело от вас ваш вклад? How do you want to live? Как бы вы хотели жить, ваш образ и стиль жизни? All of this being a part of your long-term goals. Все это может стать частью или целью, долгосрочной вашей целью. Here's what's key. Это очень ключевой момент. See those goals every day. Думайте об этих целях каждый день. Write them down. Запишите их. Everywhere. Везде. You are a mirror image of your consistent thoughts. Вы должны представить, иметь реальную картинку того, что вы хотите. Вы должны материализовать ваши мысли. И так же вы становитесь именно тем человеком, о чем вы думаете каждый день. Back in 1993. Если вернуться в 1993 год. A young little man came to one of my big meetings. А молодой человек пришел на одно из моих собраний. He showed up at the meeting and he was very nervous and very shy. Он был очень застенчив. But he was very, very excited. Но он был очень вдохновлен. And he said to me, Mr. Cato, I've got to do this business. And he said to me, DEN Cato, in 1993 or 1999? 1993. 1993, ok. And he said to me, DEN Cato, I'd really like to do this business. It was actually 1994. 1993, 1994. Ага, ну где-то 1993, 1994 год был. He wanted to spend some time with me. Он хотел провести со мной время. And he sat down with me and he took me out for coffee. И он пригласил меня на кофе. And he saw in my day planner, he saw all of my goals. И в моем календаре он видел все мои цели. And he said, whoa, those are incredible goals. Он сказал, вау, это невероятно. And then he came out to my car, which was a luxury car. It was a Jaguar. И когда он подошел к моему автомобилю, он сказал, вау, ничего себе, какой у тебя классный автомобиль. Там был Jaguar. And he got into my Jaguar and he looked on the steering wheel. И там же он тоже увидел мои цели, которые я писал. A week later, he came over to my home and he came into my home office. А через неделю он пришел ко мне домой, в мой офис дома. And he saw my goals everywhere. И он увидел, что мои цели находятся прямо везде. Везде написаны. He saw them on the wall. He saw them on the doors. He saw them everywhere. На стене, на дверях, везде. He says, Mr. Cato, you see your goals everywhere you go. И он мне сказал, Mr. Cato, вы видите ваши цели везде, куда бы вы ни пошли. I said correct. Я сказал, да, все верно. He started to write down his goals. И он также начал записывать свои цели. And he started to see his goals every day, all day long. И он начал видеть, реально видеть свои написанные цели каждый день. And that young man's name was Joe Garcia. И имя этого человека было Joe Garcia. Set your long-term goals. Это его долгосрочные цели. The second set of goals are the short-term goals. А второй раздел целей – это краткосрочные цели. And short-term goals are what are you going to accomplish in 30 days, 60 days, and 90 days. Краткосрочные цели касаются тех дел, которые вы собираетесь закончить через 30 дней, через 60 дней, через 90 дней. Remember, the short-term goals are the stepping stones to your long-term goals. Помните, что краткосрочные цели являются ступеньками на пути к вашим долгосрочным целям. But a great short-term goal is how soon are you going to become associate, rank one. Например, одна из краткосрочных целей – как быстро вы достигнете первого ранга, это ранга-партнер. Write it down. Если вы уже достигли первого ранга или ранга выше, How soon are you going to get your brand new distributor you just sponsored? How soon are you going to get them to rank one? Подумайте над тем, сколько вам времени потребуется для того, чтобы ваших ниже стоящих партнеров довести до ранга первого. 30, 60, 90 дней? And when you get them to rank one, teach them to do the same thing. Потому что если вы достигли ранга первого, вы сможете научить их и научите их делать то же самое. Why is that so important? Почему же это так важно? Because if you duplicate that and you teach that, 121 associates rank one, you are now a global ambassador. 120. 121 associates, 121 rank one on your team, you are now rank nine global ambassador. Почему же это так важно? Потому что если вы научите своих партнеров, 121 партнера, вы научитесь тому, чтобы достичь первого ранга, вы достигнете ранга ambassador. Short-term goals are just as important as the long-term goals. Поэтому краткосрочные цели такие же важные, как и долгосрочные цели. Because that is your short-term target and focus. Потому что вы фокусируетесь и как раз концентрируетесь своё внимание на краткосрочных целях. Third set of goals. Третий уровень, третий раздел целей. Are your activity goals. Это цели, связанные с активностями. These are your daily action goals. Это фактически ваши ежедневные маленькие цели, действия. And you need to focus on that every day. И нужно вам на них фокусироваться, концентрироваться каждый день. There's three activity goals that you focus on. Nothing else. Three. Есть три вида вот таких вот маленьких ежедневных целей, на которые нужно концентрироваться. And you need to write it down. И необходимо записать их. Запишите их. And you need to write down. The first one is how many people are you going to communicate with every day, sharing the product with. Первое. Вам нужно обязательно записать, сколько, с каком количеству человек в день вы позвоните или расскажете о наших продуктах. У вас должно быть определенное количество человек каждый день. Offline or online. Неважно, это будут личные встречи или онлайн встречи. Сейчас, в современном мире, очень много что происходит онлайн. But the most important thing is that you communicate with people about the products all the time, every day. If you're part-time, and it's maybe two or three times a week, two or three days a week, that's fine. But you need to set a target, activity goals of how many people every day that you're going to share the product with. Two people a day, five people a day, ten people a day. Два человека в день, три человека в день, пять человек в день. The second thing, this is the second action goal is this. Второе, что вы должны записать, вторая цель ежедневная. How many people are you going to share the business with? С каким количеством людей вы планируете поделиться за сегодня бизнесом? Always remember, some of your best customers become your best distributors. Запомните, что ваши самые лучшие клиенты продуктовые могут стать вашими самыми надежными бизнес-партнерами. А некоторые ваши самые любимые дистрибьюторы, ваши самые любимые бизнес-партнеры станут прекрасными клиентами именно по употреблению продукции. How many people are you going to share the business with every day? И с каким количеством людей из них или вообще вне бизнеса вы планируете поделиться бизнесом? Да, да, да. Опять же, онлайн или оффлайн. Yes, in face-to-face, person-to-person. Будет это лично, личные встречи. Или вы собираетесь пользоваться теми средствами онлайн, которые сейчас у нас есть. Это может быть ватсап, скайп, фейсбук, инстаграм и любые средства связи. То есть, у вас уже на день есть две цели. How many people are you going to share the product with and how many people are you going to share the business with? Первое. С каким количеством людей вы планируете поделиться продуктами? Второе. С каким количеством людей вы планируете поделиться бизнесом? And number three is that you're always promoting the next big webinar, the next big meeting, the next big event. Online or offline? И третье. Вы всегда должны промотировать какое-то событие, которое будет проводиться онлайн или оффлайн. Это может быть событие, общий какой-то митинг, встреча. So those are the two greatest things that changed my life and changed my world back in 1988. Это те ключевые моменты, которые помогли мне поменять жизнь тогда, в 1988 году. So as you can work this out, Dan Cato has been doing this a long time. То есть, как вы можете понять, Дэн Като занимается этим уже очень долгое время. It was in 2001 that Joe Garcia and Dan Cato launched NHDP Global as the first distributors. Right. Right, 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 right. В 2001 году Dan Cato and Joe Garcia вместе начали бизнес. When we launched NHDP Global. When we launched NHDP Global in 2001, Dan Cato did not have a computer. When Dan Cato finally got a computer, he didn't know how to turn it on. He did not understand a back office. He did not understand online, offline. He didn't understand anything about the internet. But just like 1988, he knew this. He would figure it out. He would figure it out. He would figure it out. In 1988, when I joined this industry and I didn't understand the industry, I knew it worked. In 1988, when I just started to understand the industry, I just saw that it was working. I just saw that it was working. And eventually, I would figure it out. In 2001, when we launched NHDP Global, I knew technology and back office and computers were going to be a huge part of our future. Even though I didn't understand it, I knew I would figure it out. Today, for all of you that are in Mongolia, Kazakhstan and Russia, Global Ambassador awaits you. You may not know right now how you're going to entirely figure it out and get there. But if your long-term goals are strong enough, you will figure it out and you will get there. But if your long-term goals are strong enough, if they are really those goals that you want, you will be able to get there. So Mongolia and Kazakhstan. Mongolia and Kazakhstan. I have not yet been to those two great countries. I have never been to Mongolia or Kazakhstan. I have never been to Mongolia or Kazakhstan. But the great country of Russia, I have been there countless times. And I love the Russian people. And I love the Russian people. Especially our great Russian leaders. They have become my sisters, friends and brothers. They have become my sisters, friends and brothers. And I look forward to the future of coming to Kazakhstan and Mongolia in the very, very near future. And also in the future, I would like to come to Kazakhstan and Mongolia and also see your country and team. Thank you very much. Thank you very much.